Добро пожаловать на вебинар MotionMetrics. В выпуске этой недели мы поговорим об определении фрагментации в Метрикс Менеджер ПРО. Итак, начнем. Первое, что нужно сделать, это открыть интернет-браузер. Введем HTTPS v2.metricsmanagerpro.com Укажем наше имя пользователя и пароль. Затем, как только мы вошли на платформу, нажмем на кнопку в левом верхнем углу. Щелкнем на кнопку «Настройки», чтобы получить доступ к настройкам аккаунта. Здесь мы можем выбрать начальную страницу или систему единиц измерения, метрическую или британскую. Мы можем выбрать метод определения размера при ситовом анализе по максимальному или минимальному значению. Но одно из самых главных — это правильный выбор часового пояса. Нам необходимо правильно выбрать часовой пояс, чтобы получить данные с правильной меткой времени. Я выберу «Африку Хараре». Вы также можете выбрать формат даты и времени. Теперь мы вернемся в главное меню и выберем модуль фрагментации. Нам откроется панель фрагментации, где мы можем увидеть различные эскаваторы, которые есть в нашем аккаунте. Теперь я выберу эскаватор и отобразятся сведения о нем. Здесь вы можете видеть записи, упорядоченные по времени или в виде галереи, включая различные функции фильтрации записей. Ознакомимся с фильтром временных интервалов. Это позволит мне выбрать временной диапазон моих записей. Я могу вернуться на 24 часа назад, на 7 дней, на 31 день. После применения фильтра временных интервалов мы можем просматривать записи в хронологическом виде. Результаты определения гранулометрического состава для всех наших записей упорядочены в хронологическом порядке. Вы также можете применить фильтр меток, тегов. Это позволит вам упорядочить записи на основе меток. У вас также есть возможность узнать, сколько записей у вас есть при выборе фильтра временного диапазона. Они будут снова отображаться в результатах определения гранулометрического состава, представленных в хронологическом порядке. Вы можете щелкнуть на каждую запись и просмотреть саму запись справа. Можно щелкать на различные данные распределения гранулометрического состава. Предусмотрена возможность изменять непрозрачность наложения, отображение наложения. Вы также можете перемещаться назад и вперед и просматривать то количество записей, которые вы выбрали для этого набора данных. А теперь мы выйдем и посмотрим вид галерея. Это еще одна функция для отображения ваших записей. С помощью этих функций вы можете перемещаться и просматривать гораздо больше данных. Многие заказчики его используют и многим клиентам он нравится. Вы увидите каждую запись и то, как была применена сегментация. Существует кнопка наложения, которую можно щелкнуть, чтобы увидеть сегментацию или просто посмотреть горную массу в ковше. И еще одна кнопка для выбора всех записей. Это очень удобно, когда вы хотите присвоить метки. Вы также можете отменить их выбор тут в верхней части и выбрать отдельную запись, просто щелкнув на этой галочке. Проделаем хорошее упражнение, создав метку для этих четырех предварительно выбранных записей. Затем мы используем эту метку для подготовки отчета по записям. Пользователь может создать собственное имя, а мы будем просто использовать дату и название эскаватора в этом месте. Щелкаем на новую метку и применяем. Теперь у нас есть иконка с надписью «Метка добавлена». Итак, мы просто отменим выбор этих четырех записей и проверим, была ли она успешно применена, просто переместившись вверх и добавив эту метку в качестве фильтра. При этом должны появиться только те четыре записи, которые мы предварительно выбрали с помощью имени метки. Теперь давайте попробуем применить эту метку. Хорошо, мы нашли ее, применили. И да, мы видим, что действительно отображаются четыре записи. Теперь пользователь может видеть ранее выбранные четыре записи, которым была присвоена метка. Это подтверждает, что метка была успешно создана, а также позволяет нам подготовить отчет с использованием этих четырех записей. Давайте просто щелкнем на иконку «Отчет». У нас есть две функции — файл в формате PDF и CSV. Сначала мы рассмотрим PDF-версию. Итак, пользователь может использовать этот отчет в формате PDF. Щелкаем здесь и видим наименование оборудования, название отчета, метку или метки, используемые в этом отчете, настройки временного диапазона. Также щелкнем на кнопку «Сформировать отчет». Отчет включает в себя все соответствующие данные по гранулометрическому составу. В нижней части находится таблица ключевых показателей эффективности, P-значений, заданных размеров и примеры записей. Его можно изменить. Есть несколько моментов, которые вы можете отредактировать в этом отчете. Название является редактируемым, заданный размер является редактируемым. Вы можете на основе ваших фактических заданных размеров изменить его. Если вам нужен образец размером 10-15 см, вы можете внести эти изменения. А после изменения данных значений у вас отобразится и обновится круговая диаграмма. Вы также можете, если мы переместимся вниз, изменить отображаемые записи, образцы записей. Если мы хотим видеть 5 или 10 или 20, мы имеем такую возможность. Мы просто должны сделать изменения. Таким образом, мы можем добавлять и удалять отображаемые образцы записей, а также выбрать от 1 до 5 записей или не выбрать ни одной. Отдельные горнодобывающие предприятия предпочитают их не включать. Затем, как только все сведения будут заполнены, вы можете скачать свой отчет. При этом загрузится в файл формати PDF, который вы сможете просмотреть позже на своем компьютере. Вы можете сохранить его в составе сведений о работе горнодобывающего предприятия, а также разослать коллегам или руководству. Теперь мы попробуем экспортировать отчет в формате CSV. Так что просто вернемся туда. Мы уже применили фильтр, а теперь щелкнем на кнопку CSV. И мы видим похожую информацию. Сформируем отчет в нижней части и сохраним этот файл на нашем компьютере. А теперь просмотрим этот файл. Итак, теперь у нас отображается файл Excel. Данные из каждой записи включены в этот CSV-отчет, включая дату и время, наименование оборудования, таблицу P-значений, методы шведского исследовательского центра по взрывным работам, Свебрек и Розина Раммлера, а также метки на желтом фоне. На этом вебинар заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что посмотрели очередное занятие. Если у вас возникнут вопросы, можете написать мне на электронную почту по адресу info.defis.russia.sobaka.motionmetrics.com или обратиться в нашу сервисную службу. Мы будем рады вам помочь. Спасибо, что посмотрели занятие. Хорошей недели. Берегите себя. До свидания. Продолжение следует...